Слава Господу, дорогие братья и сестры! Еще раз сердечно вас поздравляем! Также поздравляем всех родителей. Для нас родители это тоже особенный праздник. У меня это уже четвертый ребенок с моей семьи, который вступает в завет с Господом, и для меня это каждый раз праздник. Что для нас, христиан, может быть еще лучше? Как если мы можем сказать словами Иисуса Навина, а я и домой будем служить Господу. Слава Иисусу! Дорогие братья и сестры, я скажу короткое слово. Это будет из шестой главы послания к римлянам. Скажу что-то в пожелании, в наставлении. И потом мы приступим к основной части служения. Апостол Павел пишет такие слова. Апостол Павел пишет такие слова. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним в крещение, в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Здесь апостол Павел поясняет, для чего или что за образ совершается в святом водном крещении. Здесь он пишет, что мы христиане, принимающие водное крещение. И здесь написано, что мы христиане, принимающие водное крещение, в смерть Его крестимся, чтобы как Христос воскрес славу отца, и нам ходить в обновленной жизни. Сегодня на озере, в торжественном служении, мы слышали уже слова наставления от брата Виктора, и он говорил о том, что это правильно, когда это люди делают в взрослом возрасте. Потому что понять вот этот смысл, может только совершеннолетний взрослый человек, человек, который в сердце свое принял Иисуса Христа, но принять в сердце Иисуса Христа, это означает, встретиться значит сразу же со своей греховностью. Это означает, когда Бог приближается к нам, тот, который есть сам свет, тот, который есть сама любовь, нам людям становится не по себе. Если мы еще не верующие, если мы еще не обращенные, мы понимаем, что-то не так в нашей жизни, в контрасте присутствия святого Бога, все мы оказываемся преступниками. И когда человек понимает это, то его душа приходит в глубокое покаяние. Человек говорит, Господи, прости меня. Господь, омой меня, очисть меня. И потом, чтобы исполнить всякую правду, как сказал сам Иисус Христов, дав нам пример, мы, как наши сегодняшние крещаемые, входим в воду, даем служителям погрузить нас под воду, что символизирует нашу смерть для старой жизни, и восстаем для новой жизни, для жизни в Иисусе Христе Господе нашем. Дорогие братья и сестры, вот вы дали сегодня завет Господу, обещание, служить Ему доброй совестью, а Бог за это обещает быть с вами. И теперь вы уже не сами будете бороться, а Бог будет с вами поборать. Вы будете видеть, как в процессе вашей жизни Он будет воцаряться все больше и больше в вашем сердце. Если вы со своей стороны всегда будете приводить себя на память, этот день, я сегодня, я тогда, 16 июля, в 2023 году, принял святое водное крещение, вы знаете, когда в моей жизни бывали моменты, где я оказывал неверность, мне опять становилось стыдно, я вспоминаю тот июль в моей жизни, у меня это было 7 июля, когда брат Виктор крестил меня, я даже вспоминаю, было небольшое чудо, я сильно хотел видеть голубое небо, когда буду давать Богу обещание, а утром просыпаюсь и смотрю пасмурно, и в душе вах и смотрю, господи, я не хочу на тучи смотреть, я хочу небо видеть, и тогда мы еще в Альтенхайме крестили, приехали на озеро, у брата Виктор у нас был один креститель, и вот 19 человек вместе со мной, а я стою молюсь, господи, дай голубое небо, погода такая пасмурная была, и я всех пропускаю, всех пропускаю, я верю, будет голубое небо, и вдруг чувствую, ветерок начинается, и я говорю, Боже, ты действуешь, но голубого неба все еще нет, и последняя девушка зашла, выходит, и я 19 захожу, небо пасмурное, подхожу, разворачиваюсь к народу, и в этот момент, сильный подул ветер, я смотрю, такое синее окошко на небе, я так обрадовался, говорю, Господи, я обещаю тебе служить доброй совести, братья и сестры, когда у моей жизни были оплошности, я каялся пред Богом, говорю, Господи, я вспоминаю это 7 июля, я обновляю мой завет с тобою, в тот день я дал тебе обещание служить доброй совестью, а ты обещал быть со мною, и это обновленная жизнь, она в моей жизни все обновляется и обновляется, и мы, братья и сестры, вы теперь дорогие, будем переходить из веры в веру и славу в славу, как от Господня Духа, и вы будете сейчас ванны от веры в веру, от веры в веру, от веры в веры в веры, от веры в веры, так, как от веры в веры, Дух Божий будет вас путеводить, да благословит нас Господь, аминь, и мы послушаем Псалом, и мы,õ Silent Духа, и мы recordings будем дышать. Продолжение следует...